Окончание ноябрьских праздников в России как бы случайным образом совпало с большой переменой в жизни нашей почти землячки, хотя и гражданки США, двукратной олимпийской чемпионки по баскетболу Бритни Грайнер, отыгравшей шесть сезонов за Екатеринбургский клуб УГМК, а в этом году осужденной на девять лет за попытку ввести в Россию еще в феврале запрещенное как наркотик гашишное масло. Со дня приговора 4 августа до 4 ноября она продолжала сидеть в тюремных условиях следственного изолятора, где недавно отметила 32-летие, пока адвокаты отрабатывали свой хлеб, оспаривая приговор, и шли менее очевидные подковерные игры уже на мировом уровне. Многие в России об этом толком и не знают, а тем временем в Америке шла грандиозная кампания за ее освобождение, за Бритни Грайнер вписывались сотни звезд спорта и шоу-бизнеса, из которых нам известен может быть десяток, и даже президент Байден в минуты просветления пару раз вспоминал, что намерен за нее побороться. Причем как раз так, чтобы обменять ее на кого-нибудь из русских заключенных до 8 ноября, когда прошли промежуточные выборы в Сенат США, где демократической партии грозил лютый разгром. Успех с обменой Грайнер был бы Байдену очень полезен. Негритянка, лесбиянка – это солидная доля электората демократов. Но они хотели за одного нашего Виктора Бута, украденного ими и посаженного на четверть века, в обмен получить всех американцев, которые чалятся в российских тюрьмах. Ну и предсказуемо побрились с этим делом. Когда стало ясно, что несмотря на бешеную суету, к 8 ноября точно об обмене не договорятся, из-за того, что американцев просто жадность сгубила, было решено, что хватит девочки ростом 206 см мучиться в камере изолятора, и ее этапировали в колонии общего режима, где условия содержания зэков гораздо более людские. Не зря же один день в СИЗО засчитывается как полтора дня в колонии общего режима. Ну а для дам у нас строже общего и не бывает. Некоторые СМИ вообще приводят мнение некоего криминалиста насчет того, что, цитата, у Бритни Грайнер, в колонии будет веселая и бурная жизнь, конец цитаты. Дескать, никаких проблем из-за того, что она американка или темнокожая, или почти не говорит по-русски, у нее не будет. А то, что она великая спортсменка, настоящая мировая знаменитость и вообще женщина видная, на зоне может принести одни только плюсы и авторитет. То, что лесбиянка, вообще ни разу не проблема. Может и любовь там свою найдет. Правда, если будет поаккуратнее, а не так, как с наркотиками, в открытую ломанулась через таможню. Потому что всяческие любови про межзечек официально под строгим запретом, и если спалиться, то про условно-досрочное освобождение можно забыть. Чего она, Бритни, точно не забудет, так это две свои победы со сборной США на Олимпийских играх, две победы на чемпионатах мира и дважды выигранное чемпионство России в составе Екатеринбургского клуба ОГМК, где она, на родине дважды женатая отец двоих детей, имела и настоящих друзей, и роскошную квартиру, и личного водителя, доставку на выездные игры роскошными чартерами и самую большущую в своей жизни многомиллионодолларовую зарплату в Екатеринбурге.